Душевная боль становится меньше, если пережить ее заново и вместе. Так говорят актеры спектакля «Одиссея 2К19». Дети детских домов и приютов Санкт-Петербурга. Они на своих первых гастролях. Я думала, как обычно, как всегда в Питере, поиграем, поиграем, а здесь на тебя, на Москву прогласили, и это было неожиданно. Это был первый раз в моей жизни. Я летела на самолете, мне очень понравилось. Я хочу дальше продолжать этим заниматься. Изначально проект «Театральный дом» проводил с детьми тренинги по театральному искусству. Спустя время, узнав их истории, решили сделать постановку, посвященную «Одиссеи Гомера». Античный текст в перемешку с историями жизни ребят в попытке найти путь домой. Вот только «Одиссей» здесь не один. На сцене 16 ребят со своим прошлым, иногда трудным характером и желанием все же добраться до дома. Мне кажется, что это вообще история и спектакля, и проекты про борьбу какую-то, про борьбу с обстоятельствами, с клемом, каким-то не клемом, а ярлыком, который на тебя вешает общество. Допустим, у тебя серьга в носу, ты не можешь быть актером. В нашем проекте ты можешь быть актером с серьгой в носу, с красными волосами, с ракезом, с чем хочешь. Ты такой, какой ты есть, и ты нам важен таким. Ты – «Одиссей». В 2019 году спектакль победил на фестивале инклюзивных социальных коллективов «Особый взгляд в Москве». В качестве подарка было принято решение – дать актерам возможность познать мир и отправить их в театральное турне. Мы все равно хотим, условно говоря, поженить инвалидов, людей из социально незащищенных групп, самых разнообразных. И пропагандируем не просто инклюзию, а именно социальный театр, социокультурное проектирование. У спектакля есть тифлокомментирование, описание предметов, пространств, действия, которые непонятны слабовидящим или незрячим, без специальных словесных пояснений. Фигуры поворачиваются к нам. Это подростки лет 15. Они начинают маршировать на месте. Моя задача в том, чтобы максимально лаконично и при этом подробно описать то, что происходит на сцене для незрячего зрителя, и уложиться в паузы, которые происходят между репликами актеров и между какими-то значимыми звуками. Вот. Но потом все это прогоняется и идет параллельно самому спектаклю. Перед каждым выступлением актеры переживают. Но благодаря сплощению и дружеским отношениям в коллективе их волнения исчезают, как только они вместе выходят на сцену. У меня с детства был план стать актером, снимать фильмы, всякое такое. Вот. И я начинаю осуществлять свой план и свою мечту. Актеры спектакля каждый раз заново на сцене переживают свою миссию, сокрытую в сценарии. «Одиссея 2К19» — только начало. Впереди более наполненная постановка. Снова гомеровская, только «Илиада». Александр Шеломцева, София Иванова, Алексей Звалов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok